Всем привет! Меня попросили снять видео, я его обновляю, о том, что везти из Турции, но я прям такое житейское, бытовое хочу, чтобы вот я сейчас, приехав туристам в Турцию, это к дополнению к тому, что обычно вы можете видеть в туристических всяких источниках, у блогеров, в статьях, в каких-то журналах и так далее, где вы берете информацию, в постах, например, у блогеров. Я хочу дополнить конкретным чем-то, чтобы вот, живя в Турции, что я знаю, что, например, мне это пригодится, или я бы поехала в Россию, повезла это на гостиницу своим родственникам и так далее, то есть то, чтобы я сама лично купила, то, что я считаю здесь в Турции это нужно, что это может быть где-то лучше, качество и так далее, это к дополнению к стандартному набору туристов, назовем это так, да, то есть я не отменяю стандартные всякие ваши запросы, а вот что-то такое более бытовое, то есть хотелось бы этот список интересно как-то разнообразить для людей. Давайте коснемся сразу аптек лекарств, потому что, например, как в частности в России сейчас очень многие лекарства запрещены, у них там аналоги идут иностранных, замещают российскими лекарствами, не всегда хорошего качества или не подходят тяжело, например, больным людям и так далее. И я бы посоветовала, что сюда едет для себя, для вас, кому не на продажу, это незаконно, но для себя или своих близких или нуждающихся людей, кто в вашем окружении чем-то серьезно будет приобретать, конечно же, в Турции лекарства. Почему? Качество, здесь очень хорошие и лучшие компоненты, ведущие в препаратах, именно качество сырья используемого. Второе, контроль за этим, типа фальшивки, подделки и все прочее, это на 20 лет тюрьмы, я вам это раньше рассказывала наказуемо, здесь этого нет, нарваться на какую-то контрафакт, подделку или некачественное что-то, это очень серьезно здесь. Здесь действительно смотрят всякие рецепты, списки ведут, то есть это все серьезно, ответственно, просто так ты ничего здесь не получишь. И в связи с этим здесь хорошая новость для вас, кто не знал. Если у вас есть иностранный рецепт, это может быть даже на иностранном языке, с синей печатью, оригинал предоставляя в аптеке или, ну, привозя его с собой, как на самом-то деле заходит, синюю печать, оригинал, они его сканируют, вносят там в определенную свою базу и даже иностранные рецепты принимаются и вам отпустят этот препарат, даже если ваш рецепт не турецкий. Не надо идти здесь к врачу-специалисту узком, платить за приемку в частную клинику и так далее, пока вот тут турист. Обслуживаются иностранные рецепты. Второе, здесь да, не купить антибиотики, например, без рецептов, здесь этим все строго, но вы можете сходить на прием к врачу, как и другая фишка, если вам нужно, нет рецепта. Сходите в частную клинику на один прием и вам там всегда выписывают, если вам нужно, да, вам выписывают рецепт врач. Хочу отметить, что из Турции некоторые препараты, смотрите, норму вывоза, сложные препараты, ну, там, онко, для заболеваний онко-комкозных, очень серьезные препараты, там идет до продажи считается 5 коробок, до 5 пачек препаратов, 5 коробок, не выкидывайте инструкции коробочки и все это прочее, да, то есть чек о покупке желательно иметь. Коробочки все, препарат был бы в коробке, не в пристерах не вытаскивайте, не выкидывайте, чтобы было написано описание и все прочее. Если у вас есть даже до 5 количества, больше 2 коробочек, вот 5 вы везете лекарства, назначение врача из вашей страны на вашем языке неважно, фотографию, скрин, фото, все что угодно, в телефоне, например, родственники вам прислали, вы кому-то это покупаете, тоже имейте в виду, храните в телефоне, потому что на вылете из Турции сейчас очень стало много людей, покупающих здесь лекарства дорогостоящие, важные, особенно для онко, здесь очень много лекарств хороших, они реально рабочие, вывозят в Россию для перепродажи, и 5 коробок, казалось бы, еще по закону можно вывозить, но покажи, что это для какого-то конкретного человека, назначение врача, рецепт, назначение, рекомендация, что там прописано такой-то препарат, короче, что это для кого-то это, что ты не купил 5 коробок, которые можно провозить для продажи, подтвердя это, вот на турецкой стороне спрашивают, имейте в виду, просто здесь есть много, кто на операции какие-то приезжает, и онкоболинные сразу закупают несколько на курс лечения, там прям много, и вот к ним всегда бывают вопросы на границе, просвечивают чемоданы, спрашивают, что за лекарства, показываете бумаги, где рекомендация, что они вам нужны, такие вопросы могут возникнуть. Из вот этих местных компонентов те же самые лекарства, здесь повторяются, очень многие дублируются такие, как у ваших странах называются, международные названия и так далее, много ума нет, есть очень много турецких аналогов и замен, чтобы я просто, если ты ничем специально не болеешь, посоветовала бы привезти, например, я бы посоветовала купить, если вы часто гриппуете турецкий терафлю в желтые такие таблеточки, в блистерах, в коробке два вроде бы рефила таких идут, почему это отличается от терафлю, который в России, и там очень хороший состав, очень много всего намешано, в таком классном проценте дозировки, что ты выпивая, там есть написано, коробки пишут, сколько, как принимать, там через каждые 4 часа до 3 или 4 таблеток в сутки от веса зависит от ситуации, врач вообще назначает. Короче, терафлю этот безрецептурный, он, ты выпиваешь, тебе сразу облегчение, то есть это очень хорошо, они такие, как наши терафлю порошки в России, например, они вообще не особо помогают. И вот эти таблетки очень, почему у турок, потому что как сезон зима-осень, в какой бы ты стране Турции не жил, там где похолоднее, более влажность высокая, ухо, горло, нос, лор и вирусные, это наш коньяк, все болеют, неважно, летом загорал, ты купался в море или нет, иммунитет вот так не наберешься, болеет все повально, дети, взрослые и так далее, все кашляют, мучаются, вот этот терафлю это спасение. Самбукол еще есть, это шипучка обычная, витамина С, тоже неплохо, так как витамин С поднимает, ну, кто-то верит в это, кто-то нет, ну, посмотрите, я бы посоветовала еще приобрести турецкие витамины турецкого производства, взрослые и детские, неважно, я не буду давать эту картинке рекламы, это медицинское назначение препарата, витамины тоже надо принимать с назначения врача, но если вы их регулярно принимаете и вам нужно, купите их в Турции, когда будете, они дешевле в два раза, если мы даже берем американские, которые сейчас здесь дорогие иностранные любые средства, товары, все равно по курсу Лиры сейчас дешевле, чем те же самые в России, у меня просто мама возит витамины в Россию себе, там, тети мои, там, подъезжали, у них по рецепту и так далее, витамины можно купить. До смешного, у меня мама здесь даже купила себе статины, казалось бы, они есть в доступе, даже название такое же, но сырье изготовленное настолько хорошее, что эффект от этих статинов, абсолютно такая же коробка-упаковка, лучше от турецкого производства, чем который она у себя покупает. И разница, коробку этих статинов накупила за 200 рублей на наши деньги по курсу сейчас Лиры к рублю, а в России они стоят от 400 и выше до 600 рублей, смотря в какой аптеке где ты там покупаешь, короче говоря. Разница очень большая, в два раза минимум, а может даже и в три раза дороже, просто тупо дешевле и работают они лучше. Также мы здесь вот по рецепту покупали определенные сложные препараты для одной женщины Новосибирской онкобольной, что могу сказать, понимаете, она за огромные деньги доставала эти лекарства турецкого производства из Израиля, ей привозили за 50 тысяч рублей, я их вчера выкупила за 13 тысяч рублей, и тот же самый, я представляю, сколько с нее денег лишних умрали, абсолютно бесплатно, как мама, она просто их отвезет из знакомой. И у нее дошло настолько, что 50 тысяч, прикиньте, на курс каждый месяц вытаскивать из кармана онкобольного человека, у которого ребенок, она, российский аналог этого же препарата, делала пополам. День она пила таблетку турецкую, день русскую, потому что если она пила нашу российскую, и очень сильно у нее была очень сильная побочка, из-за опять ведущего ее компонента, короче говоря. Так что вот так. И вот видите, такие препараты можно купить без проблем, еще продают по иностранному рецепту. Ладно, окей, про лекарства очень много у нас спрашиваю. Можете отревин купить, отревин очень хороший, супер пробивающий. Ну, вот такая вот мелочь. По сути, то же самое, что есть у вас. Не брезгуйте это купить. Думаю, ой, да у нас, думаю, такой же. Такой, да не такой. В два раза дешевле, а работает лучше. Вот это вам точно говорю. Косметику. Я бы сейчас посоветовала на этот летний 22-го года сезон приобретать как? Вы можете купить, брать для девочек, это не покупать в Duty Free. По курсу валюты сейчас выгоднее приобретать в Sifori турецкую косметику. Если физически в Sifori вы можете расплатиться картой системы Мир из России. Другие карты, если все банки мира принимаются, карта Мир здесь на кассах принимается. Спросите пост Макенасы, то есть терминал для оплаты банка Zerat Bank, например, он принимает. Или есть мульти на все страны мира, обычно в туристических зонах платежки. Они все банки карты принимают. Эти тоже карту Мир принимают. Можете вывести из России деньги сюда через систему Золотой короны, вывести в долларах и наличка рассчитаться. Если у вас есть онлайн только наши карты Мир не принимаются сейчас еще. Но если у вас есть возможность иностранные карты, например, из Белоруссии, а белорусские тоже карточки нет. Ну, из Украины, например. Или там у нас Латвия, Германия. Очень много тут приезжает Европа. Итальянцев тут сейчас почему-то много бы наехало к нам, я видела. Ну, короче говоря, если у вас иностранного банка карта, то оплатите онлайн на Сифори заказ и на адрес своей гостиницы, например, где вы остановились. Заказ идет там 3-5 дней примерно, допустим, придет, где-то не больше. Нормально с этим делом. И если у вас трудность заполнения адреса, то обратитесь на ресепшн, вам всегда помогут. Нормальные, адекватные люди на ресепшн, они помогут вам заполнить и примут вашу посылку. Это вообще не проблема, здесь не переживайте. То есть здесь выгоднее купить в Сифорио в магазине или в Сифорио онлайн, чем покупать какую-то косметику-парфюмерию в дьюти-фри. Плюс еще на выезде из страны в аэропорту вы себе такс-фри можете оформить, сохраните чек и косметику. Это, пожалуйста, предъявите еще и сэкономите такс-фри себе. Еще вам будет минус там 20-30%, прикиньте. Короче, я не знаю, как насчет там парфюмерии и косметики по такс-фри. Ну, короче говоря, тоже можно, если это такое работает. Но я видела в Сифори, стендик, типа, такс-фри надо, нет, у меня спрашивают, оформлять вам или нет. Жизнь иностранка, я говорю, нет, не надо, к сожалению. Я не против была вернуть деньги за покупку. Больше дальше по косметике. Ну, такое, напоминаю, косметика Гратис, Парсонс, Росман косметика, ЭВэ еще магазин есть. Но там особо ничего нет, такого изысков каких-то, что-то интересненького. Все это тоже у вас есть. Там бюджетная косметика. Из такого интересного для вас, если вы любите косметику The Balm, Physicians Formula, в Гратисе The Balm и Physicians Formula, если вы любите, хотите, это гораздо дешевле сейчас, чем в России. Например, сейчас Luminizer, этот хайлайтер знаменитый, 100 лир стоит. Сейчас по курсу 100 лир, это со скидкой там карточка и Гратис, ну, на кассику попросите в очереди, у всех они есть здесь. 100 лир, это сейчас 350 рублей стоит этот хайлайтер крутой. Он в России там по 1000 рублей стоил, прикиньте, в 3-4 раза разница. Что еще такого можно посоветовать? Ну, короче, такое, может, крем там с оливковым маслом для рук, ничего особенного. А, ну, еще здесь Hada Labo косметика в Гратисе тоже есть. Она хорошая, уходовая, японская. Ну, у вас это все японщины и корейщины, в России у вас тоже очень много. Нет смысла про это говорить, у вас это все в доступе. Такого прям турецкого, турецких брендов, ребят, нет здесь. Я лично просто косметику Flormar не люблю. Кто-то любит, хвалит, покупает девчонки. Мне не подходит, мне не очень нравится качество. И все, короче, это просто не мое. Будет такой, знаешь, марка, вот там все тебе не нравится, где-то и упаковка, и качество, и все прочее. Поэтому я Flormar не советую, как истина, надо обязательно купить косметикой Flormar, поехать в Турцию закупиться. У вас это же Flormar такой же продается, привезенный, на Wildberries есть, много где, в всяких магазинах. Это дешевая косметика, короче. Там очень часто косметика не очень качество, как самая производственная, например, сифоровская. На одном уровне два этих бренда у меня. Поэтому я не советую вам Flormar, как чисто турецкая, ничего там хорошего нет. Купите лучше тогда уж американскую физишес формулу, и это Balm здесь гораздо дешевле, чем у вас это стоит в магазине gratis. Давайте поговорим немножко про одежду чуть-чуть. Я посоветую вам бренды одежды, но смотрите, не ширпотреб какой-то, а настоящий турецкий или итальянский бренд, который я пользуюсь, одеваю. Турецкое производство, качество хорошее и интересная. Одежда яркая, там может быть где-то проская и так далее. То есть не просто скучная черно-белая и так далее по всей дне. Ну короче, этих всех магазинов, я их напишу текстом под видео, у них есть всех сайты. Кому интересно, может тоже онлайн посмотреть, заказать на адрес турецкий или на свой отель, если у вас там где-то, не знаю, в глуши вообще будете жить туристам. Если нет торговых центров и магазинов, закажите себе там размерные ряды все на сайте. Легко на самом деле замериться и подобрать себе по сантиметрам одежду. Кстати, сейчас в Сифория женской, ой, пардон, в Виктории Секрет скидки 60%, сейчас Курбан Байрам через три месяца, три недели. Поэтому скидки в Бойнере также. Короче, смотрите, про марки одежды все. Из мультибрендовая я советую Бойнер зайти на сайт, также посмотреть, там разные марки, там сейчас скидки хорошие будут. Виктория Секрет уже идут распродажи на все, и на белье, и на бюстгальтеры, на домашнюю одежду, халаты, костюмы, на спортивную одежду, сумки. Ну, сумок там немного и косметику всякую. Нет скидки пока на купальники, они будут в конце сезона, потому что они еще всего у вас требованы. Про турецкие бренды одежды. Это магазин Роман, фирма турецкий. Эта одежда, сразу говорю, это не дешевая шерпотребка какой-то, а качественная, хорошая цена. И сейчас разница лиры и рубля такая большая. Курс, короче, такой низкий лиры. Вам в рублях это будет выгодно купить. Ну, это тысяча, две, три тысячи лир стоимость вот этой одежды. Ну, до тысячи. Короче, смотря какая одежда. Ткани хорошие, качественные, хорошие марки. Короче, это хорошее качество, что я сама ношу. Это магазин Роман турецкий. Ноктюрн тоже турецкий. Там креатив больше суперское качество. Мне там очень нравится. Там есть и синтетика, но много натуральных тканей. Там надо индивидуально смотреть, что именно вы выбираете. Бэймен Клаб. Мне нравится, в принципе. У них есть сайты, даже приложения Бэймен, в принципе. Мне нравится тем, что там мультибрендовые. И Бэймен Клаб их производство. Тоже неплохие есть вещи. Я там очень часто что-то покупаю. Магазин ВДР. Это итальянский бренд. Такой креативный, яркий, интересный. Это уже индивидуально не всем это подойдет. Для тех, кто там, не знаю, любит ярко одеваться. Красивые там всегда сочные цвета. Броская одежда яркая. Там тоже я вам ссылочку на сайт оставлю. Это итальянский бренд. Он есть в Стамбуле. Сайт у них очень хороший. Тоже сейчас скидки. Везде на этих магазинах сейчас идут какие-то скидки. 20-35% начинается. В общем, есть что повыбирать. И там есть всякие кофточки, джинсы с весны еще. Если вам на осень вы не в теплой стране живете, есть еще где поковыряться какой-то выбор. Про обувь я вам не скажу. Обувь в Турции это такая проблема. Я просто сразу говорю, я покупаю это Альдо обувь. Она здесь тоже есть в онлайн сайт. Можете тоже онлайн покупать. Альдо. Не помню какой фирмы. Это Америка вроде бы, да. Я просто другую обувь особо не ношу. Нетворк еще есть турецкий. Но там качество не очень. Тоже есть магазин Нетворк. Там именно сумма, стоимость одежды не соответствует качеству. Поэтому я ее не рекомендую. Многие тоже любят, но я не рекомендую. Цена-качество не соответствует. Эти вещи гораздо хуже качества, чем цена. Им вообще цена в три раза дешевле, чем они на самом деле на витрине стоят. Ну, короче, вот. Из турецкого. И по еде. Ну, еда это все все знают. Я не буду об этом ни о чем говорить. Сыры турецкие. Колбаса это сучук. Оливки, оливковое масло, оливковый жмых. Это много всяких видео у меня было и других блогеров. Давайте я об этом вам рассказывать не буду. Я бы даже турецкий кофе сейчас в Россию, например, не повезла. Потому что у вас прекрасно на Вайлдберсе продается марморо берликтер, этот бренд оливок турецких. Можно не возить уже. Они там продаются по доступной цене. Смотрите, чтобы срок годности просто хороший был, не старый. Один раз маме заказала, какие сухие уже были. Мехмед Эфенди, это турецкий кофе, который все скупают. Он уже в России продается, и в Ленте он продается, и в банках больших. И цена такая же, как в Турции его. Тащить на себе это, когда можно купить тот же самый кофе в той же самой фасовке у себя в магазин. Окей, может чуть-чуть подороже за доставку. Нет смысла. Даже пешманией есть на Вайлдберсе прекрасная. Делается его, кстати, подмосковная какая-то фирма небольшая. Маме заказывала один в один такой же, как в Турции, классного качества, суперская. То есть все это, многое можно купить. Это советовать не буду. Ну, наверное, турецкие спицы, может быть, только там мяту какую-то и так далее. Набор специй купить. Потому что они поароматнее, по качественнее, я бы сказала. Ну, в России то, что со специями или в странах СНГ тоже неплохо у нас. По идее так, что рекомендаций не будет. А вот по одежде, косметике, аптеке, пожалуйста, для вас пользуйтесь. То есть если что добавить в свое, что-то любите, пишите обязательно в комментариях. Я думаю, это полезная информация. Другие люди тоже присмотрятся, захотят приобрести. Не порекомендовала розовую воду, розовое масло, чем-то такое. Ну, знаете, потому что это попсятина, все об этом знают. Я же хотела что-то другое сегодня рассказать, чего вы еще, например, не знали, чем я сама пользуюсь. Супер какой-то полезности от розовой воды не доказано. Поэтому я ее не советую. Ну, обычный тоникс. Чудес не творит. Мне тоже спрашивали, она знакомая из Питера была. Она там еще потом в Грузию поехала, потом только в Кавказ, потом Питер. И она мне говорит, что мне розовую воду везти. Я говорю, ну зачем, блин, тебе это надо? Потому что она чудес не творит над кожей. Ни о чем особенного, честно говоря. Супер каких-то изменений клинических нет. Спасибо всем за внимание. Я буду ждать ваши комментарии. Если вам нужна моя консультация как психолога, пишите, пожалуйста, на почту, она в инфобоксе под видео. Если вам нужен риэлтор или оформление документов в Турции англоговорящей, тоже пишите, я вас свяжу, проблем нет. Спасибо за внимание. Жду нашей с вами обратной связи. Надеюсь, видео было полезным. Всем пока.